И всем привет, сегодня поговорим о новом Т-6 отряде Ретиариев. Ну и прежде чем начнем, небольшая просьба подписаться на канал, сделать из красной кнопку серую. В принципе, небольшая такая просьба, я не думаю, что это какая-то проблема. Ну и в общем-то, давайте, больше не буду затягивать. Ретиариев, это 6 отряд, 310 лидерства на этот сезон, 320 на последующий. 320 лидерки, это чуть дороже, чем хотелось бы. Стоили бы 315, хорошо, стоят чуть дороже, ну небольшой минус. И также хочу обратить ваше внимание на количество юнитов в отряде. Всего 12 человек, получается, это достаточно мало. Хотелось бы побольше. Те же варяги и стражи имеют численность в 16 юнитов, а это на 1 четвертую больше. Дальше можно переходить уже к трактатам. В принципе, все трактаты на застрялщиков, соответственно, на этот отряд ставятся. Также можно поставить увеличение боезапаса на 10%. Этот трактат вам даст, ну, по сути, 4 дротика. Отряд может кинуть 5 раз свои дротики по прокачке, если мы возьмем по верхней ветке. И, соответственно, если мы не будем выкачивать верхнюю ветку, то 4 раза. По верхней ветке 9 секунд кд между залпами. Без этой ветки, соответственно, 12. Также я воткнул на этот отряд новый трактат. Зуб змеи, он увеличивает хпшку и наносимый урон всеми видами атаки. Ну и их уникальный трактат максимальный запас здоровья на 600 увеличил. Дальше давайте перейдем к трактату, который у нас находится на F5. Он у нас, по-моему, получается 6 этап. Уменьшает кд на 5 секунд умение забоя. Это умение кдшится у нас в районе 25 секунд. Минус 5, соответственно, 20 секунд. Сможете ли вы 2 раза за замес заюзать это умение? Ну, крайне маловероятно, потому что, во-первых, кд все-таки не очень маленькая. Во-вторых, отряд достаточно плохо живет в ближнем бою. В принципе, по трактатам все. Давайте переходить к талантам, по прокачке. Именно вот эту прокачку я рекомендую всем использовать. Нижняя ветка защита, верхняя ветка на дротике. Давайте по-быстрому покажу, что тут к чему. Буквально, я сам зачитывать не буду. Если кому интересно, и вы по какой-то причине не можете прочитать то, что здесь написано непосредственно в игре, то, соответственно, ставьте ролик на паузу. Почему же я не рекомендую выкачивать среднюю ветку? В принципе, умения, которые идут до ульты, они просто нормальные. Ни хорошо, ни плохо. Нет тут ничего такого сверхъестественного, но они все-таки неплохие. И урон кавалерии неплохой, и урон с натиска тоже пойдет. Повышает наносимый урон героям на 5%. Ни рыба, ни мясо, как по мне. Но лучше, чем, соответственно, ничего. На 15% увеличить урон по героям, ну, в принципе, неплохо. Тут основная тема в ульте. Она увеличивает количество целей с нашего первого умения с натиска с трезубцами на 1. И, в принципе, это неплохо. Но для меня проблема в том, что мне не нравится умение это. То есть, как по мне, оно достаточно слабое, это умение, его нужно апать. И пока его не апнут, я не рекомендую качать эту ветку. Как только это умение сделают, ну, хотя бы более быстрым, потому что там достаточно долгая анимация. Может быть, выживаемость поднимут этому отряду, когда вы активируете это умение. Или что-то сделают, в общем, с этим умением на то, чтобы оно стало сильнее. Тогда можно подумать. Но на данный момент средняя ветка, как по мне, существенно хуже нижней ветки. А выкачать и ту, и другую ветку у нас, соответственно, не получится. Поэтому я и рекомендую выкачивать, соответственно, нижнюю и верхнюю ветки. Если вы все-таки решили выкачивать среднюю ветку, тогда берите и верхнюю. То есть средняя, верхняя, оставшиеся очки талантов выкачиваете, просто вкидываете вниз. Но, опять же, я так делать не рекомендую. Все-таки, как по мне, оптимальный вариант нижняя ветка и верхняя. Давайте пройдемся также еще по ульте в нижней ветке. Снижает входящий урон во время действия умения за бой на 15%. Ульта на этой ветке мне очень нравится. И, в принципе, с талантами можно заканчивать. Теперь давайте перейдем к умениям. Потом еще по особенностям поговорим, но чтобы это самое сразу же. Смотрите, за бой. Здесь написано, что пока навык активен, получаемый урон снижен на 15%. Но описание этого умения, оно не меняется даже после того, как вы выкачиваете по нижней ветке ульту. То есть здесь не 15%, а 30%. Как по мне, вот такие вот ошибки... Может, я много вопросу, ребят, напишите, может быть, в комментариях. Или можно это самое. Вот сейчас задумайтесь, многого ли я хочу, чтобы, когда выкачивалась ульта по нижней ветке, описание умения тоже менялось. На место 15% 30%. В принципе, что касается забоя, в остальном это просто обычное атакующее умение. Мы его нажимаем, и отряд начинает очень хорошо наносить урон по противнику. Также получаемый урон снижен на 30%, если мы выкачиваем по нижней ветке. Единственный минус этого умения, и как по мне, такой существенный, это... А, нет, даже два минуса. Это его КД. И второй его минус, это его длительность. Длится оно всего в районе 5 секунд. И этого вообще не хватает на то, чтобы нормально повоевать с противником. То есть 5 секунд прошло, и отряд будет лопаться. Дальше давайте перейдем к умению натиск с трезубцами. Это как бы обычный натиск, такой медленный, неуправляемый. То есть отряд бежит к ближайшему противнику. Как по мне, бежит не очень, кстати, подходящее слово, потому что он скорее, блин, идет. Как-то уж очень медленно. Получаемый урон тоже снижается на 10%, но как бы 10% и 30% совсем разные, соответственно, цифры. Плюс этого умения, это, конечно же, его КД небольшое, всего 5 секунд. То есть, по сути, можно прям за замес очень много раз прокликать. Но, к сожалению, отряд достаточно плохо живет в замесе без нашего второго умения. И первая способность не спасает нас от урона противника. То есть отряд лопается. Как только второе умение заканчивается, мы прожимаем, соответственно, нашу первую способность. И отряд все равно умирает, даже не смотря на наш баф в 10%. Ну и третий талант. Да, талант, потому что я не хочу повторяться с этими умениями и способностями. В общем-то, бросок. Просто мы бросаем дротики в количестве 12 штук. Эти дротики пробивают 2 или 3 цели. В зависимости от того, сколько, соответственно, целей за противником. Сколько там в один ряд стоит. Бросают эти дротики. Они не могу сказать, что супер метко. Ну и не могу сказать, что летят они в разные стороны. Также, в отличие от восточных и западных застрелов, здесь у нас другой маркер прицела. Если у западных застрелов это круг, то здесь у нас как будто бы мы даем натиск. Что могу сказать по этому поводу? Ребят, если вы этот своеобразный натиск закинете за отряд противника, ваши реттиарии будут очень плохо в плане меткости кидать дротики. Нужно целиться прямо по противнику. Противник стоит на месте, вы по нему нацелились и кинули, соответственно, как можно точнее ваши дротики. Также внимательный зритель мог заметить, что в умениях написано про какую-то метку смерти. Поэтому давайте переходить достаточно, по-моему, плавно к особенностям. Хлебо и зрелищ, понятно. Дальний выстрел тоже, ну ничего сверхъестественного. А вот метка смерти, это достаточно интересная штука. Ну, можно сказать, что уникальная механика. Я, честно говоря, не помню, чтобы такое было. Вот чтобы отряд при нанесении урона, в скобочках удара или метания дротика, навешивал на вражеский отряд метку смерти. И поэтому отряду, в скобочках по юниту, не по всему отряду, а именно на того юниту, ну я надеюсь это понятно, да, наносился дополнительный урон при следующей атаке. В механиках хоть и достаточно либо редкая, либо вообще уникальная, я не стану вот сейчас просматривать все отряды, это не так важно, но достаточно обычная для других игр. То есть тут ничего сверхъестественного нет, да и в нашей игре она не вносит никакого там существенного изменения. Ну, также хочу отметить, что эта метка, она появляется и визуально на отрядах противника. Также я немножко забыл сказать об умении забой, точно так же. Визуальный эффект на время повышенной защиты на 30% получается, он тоже присутствует. И, ребят, если вы нажмете после второго умения первое, то бафы не суммируются. Один баф закроет другой, то есть вместо 30% вы получите 10%. Ну и теперь давайте поговорим об построении. Обычно эту тему я не упоминаю в своих роликах, потому что по построению ничего интересного сказать в среднем не получается. Но вот здесь вот я нашел одну фишку. Смотрите, ребят, если вы используете F1, то есть разомкнутый строй, то отряд становится очень агрессивным. Если противник стоит на средней дистанции, то ваш отряд побежит к нему драться в ближний бой. В нашем отряде находятся не самые лучшие бойцы ближнего боя, поэтому скорее это минус. То есть мы должны играть от второй, от той и от третьей линии, поэтому разомкнутый строй я вам не рекомендую использовать. Очень много нервов вы потратите, если будете его юзать. В свою очередь плотный строй, то есть на F2 построение, оно этого минуса не имеет. И отряд хоть и все равно не будет стоять АФК, если противник подойдет слишком близко, но хотя бы на средней и тем более на дальнюю дистанцию он не побежит. Это достаточно важный момент, потому что когда мы его тестили, через F1 построение очень было неудобно. Нам нужно было играть через разомкнутый строй по некоторым причинам, и вот это вот постоянный агр друг на друга очень сильно мешал. Ну и теперь давайте перейдем к основным характеристикам. 15700 хп. Почти 15800. Очень много здоровья у отряда, как у варяжской стражи. А правда не стоит забывать, что вот эти вот 800 хп, которые у них сейчас имеются, у меня дается с помощью двух трактатов. То есть по сути здесь было бы ровно 15000 здоровья без трактатов. По количеству я уже сказал, по лидерству сказал, скорость хорошая. Боезопас уже говорил. 5 выстрелов по верхней ветке, да, даже чуть больше получается. И соответственно 4 выстрела без верхней. По атаке еще говорить не буду, сами видите цифры. По защите могу сказать, что отряд очень схож с варяжской стражей. Плюс-минус те же цифры. Ну и теперь давайте подходить непосредственно к бою. Смотрите, ребят, этот отряд, как я уже сказал, играется от второй от третьей линии. То есть мы закидываем дротики. И если наши ребята проигрывают, наши союзники в этом замесе, мы отступаем. Если наши союзники выигрывают, мы влетаем. С какой кнопки стоит заходить в замес? С натиска или все-таки с двоечки? Я предпочитаю заходить в замес с двоечки, потому что я влетал в замес с единички, и у меня отряд лопался. Когда я делаю то же самое с помощью второго умения, у меня все плюс-минус нормально. Потом умение заканчивается, нажимаю на единичку, и отряд, если противника по какой-то причине осталось еще достаточно сил, то у меня опять же отряд умирает достаточно быстро. Это вообще не бойцы ближнего боя. Они достаточно плохо себя чувствуют в ближнем бою даже против гвардейских отрядов. Я уж не говорю о то шестых. Поэтому, как бойцы в ближнем бою, этот отряд ниже среднего. Что касается их дротиков. Героев шотают нормально, попадают плюс-минус тоже хорошо, по отрядам работают плохо. То есть 12 юнитов в отряде с откатом в 9 секунд получается между бросками не наносят того ДПСа, который бы мне, соответственно, хотелось бы видеть от Т6 отряда застрелок. Так, западные застрельщики по урону, по ДПСу и по убийствам вражеских крипов, то есть отрядов, превосходят наших ретиариев, причем, ну не знаю насчет вразы, но существенно. Поэтому, как застрельщики дальнего боя, этот отряд тоже ниже среднего. Есть одно существенное одно. Из моих слов можно сделать вывод, что отряд совсем уж ни о чем, но не стоит забывать, что у него есть две эти способности. То есть он может и в ближнем бою драться, и, соответственно, в дальнем. Просто делает он это хуже, чем его конкуренты. Такие себе постанцы с топорами, только на Т6 уровне. Только вот, знаете, когда топоры, постанцы с топорами вышли, они были, ну так, имбой, назовем это так. Эти ребята, где имба? В принципе, по действиям в бою я рассказал, то есть играем от второй, третьей линии, врываемся во врагов только так, когда их становится меньше, чем союзников, и играем достаточно аккуратно, закидывая всех подряд дротиками. Героев шотаем хорошо, по отрядам работаем так себе. Думаю, можно переходить непосредственно к тестам. Первый тест мы решили провести против отряда Седо и Дозор. Все тесты мы проводили в такой последовательности. Кидали дротики, потом подходили к отряду противника, либо через единичку, либо через двоечку. Соответственно, разницы особой нет. У кого-то вкачана, соответственно, средняя ветка, у меня вкачана нижняя. Седой Дозор смог побить без особых проблем. Дальше Турхауды. Тут повезло, как по мне, отчасти. Половина натиска остановили с помощью броска. Разобрались с первой группой Турхаудов, потом разобрались со второй группой. Победа, победа. Ну, я думаю, что если бы мы перетестили, возможно, результат не был бы таким очевидным. Дальше то же самое с Алибардами. Подходим, вроде все начинают умирать Алибарды. Потом заканчивается второе наше умение. И Алибарды, соответственно, побеждают. Можно было немножко лучше отыграть, мне кажется. И тогда бы Ретиарии вышли бы в ноль. Дальше против Мадао тест. Здесь тоже самое бросок. Подход двоечка или единичка, не помню точно. Тем более не я играю, как можно заметить. На Мадао, мне кажется, можно было бы сыграть чуть-чуть лучше. И потерь было бы еще меньше. Следующий тест у нас против Клейморов. Ну, в принципе, смотрите сами. То есть Клеймора дает натиск. Мы его встречаем с помощью нашего третьего умения. Потом прожимают двойку. Как только двойка заканчивается, нажимается единичка. Ну и в принципе, это нашему отряду не помогает. Клейморы все равно смогли их, ну, с проблемами, но все-таки победить. Дальше мы решили посмотреть, что будет с Продвигой, как хорошо она будет ронять наш новый отряд. Кинули дротики, прожали двойку. Как видите, Продвига отлетает сама. Ретиарии тоже, конечно, ложатся, но Продвижение тоже отлетает. Ну и, соответственно, это вот отряд Продвиги, это у нас отряд поддержки, поэтому он и проигрывает нашему новому отряду. Я бы очень сильно удивился, если бы этого не случилось. Против Семашской коробки я хотел проверить, как сильно или как хорошо они пробивают блок. В принципе, под двойкой они живут, под двойкой они этот блок пробивают, но, как вы можете заметить, все равно коробочка их в конечном итоге смогла победить. Хотя человек достаточно долго не мог ее развернуть лицом к этим самым Ретиариям. Следующий тест у нас против Топоров. Здесь я, играя на Ретиариях, Топорам проиграл по какой-то причине. Наверное, потому что слишком долго не нажимал единичку. Но, соответственно, мы очень сильно удивились этому исходу и решили перетестить. И получается, что не зря. Тут у нас получается в изменениях человек вместо двойки играет единичкой и прокачка у него другая. Ну, и тут побеждают Ретиарии. Хотя вот Топоры, если вы могли обратить внимание, куда-то не туда побежали. Наверное, один Ретиарий откололся от всей толпы и Топоры все на него набросились. Ну, и это, может быть, сыграло какую-то роль. Дальше, следующий тест у нас против Паладинов. Не самый метовый отряд, не самый сильный. Но против Ретиариев победить все равно, даже при таких раскладах он, соответственно, смог. Хотя на меня сагрилось целых два юнита из 28, по-моему. Но это не суть важно. В любом случае, Паладины смогли победить. Вообще, наш отряд Ретиариев плохо справляется в ближнем бою против отрядов, у которых есть щиты. Особенно, если у них хороший блок. Турхауды, наверное, исключение. И то, возможно, надо было перетестить. Ну, и последний тест у нас, как обычно, отряд на отряд по разным прокачкам. Ну, по разной прокачке. Либо средняя, либо нижняя, соответственно, в нашем случае. И тут просто обычный размен. Поэтому в дуэлях обе ветки, в принципе, они одинаковые. Осталось 4 юнита и оба были супер красные. Дальше мы решили посмотреть, как они останавливают коней. Не стоит забывать, что они достаточно долго замахиваются. И, как вы можете заметить, останавливают. Но я бы не сказал, что они это делают хорошо. Ну, и теперь такой побочный достаточно тест. Просок копья по движущей цели и по стоящей. В принципе, результат очевиден. Ну, и теперь можно подводить итоги по этому отряду. Как по мне, отряд достаточно на данный момент слабый. Я бы ему дал 5 из 10, максимум 6. В ближнем бою он ниже среднего. В дальнем бою он ниже среднего. Но за счет того, что он может и в ближнем, и в дальнем бою воевать, что-то они из себя могут представлять. Но я бы не сказал, что он сильный. Как по мне, его 100% нужно апать. Его наверняка апнут. Либо в этот четверг, либо, соответственно, на следующей неделе. Пока что отряд ни рыба, ни мясо. На войне он использоваться с вероятностью 99% не будет. В обычных осадках. Но если у вас уже все открыто, ничего прокачивать не нужно и так далее. Да, берите, прокачивайте, поиграйте немножко. Пофанитесь, там есть свои фишки у этого отряда. Но не более. Покупать этот отряд нет ни в коем случае. В основном, в случае, пока его не апнули, точно не стоит. В принципе, у меня по этому отряду все. Поэтому можно заканчивать видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok